Чувашия готова к масштабной реформе демографической политики. Сегодня глава республики обсудил с членами правительства и общественниками перспективы национальной стратегии действий в интересах детей. Координационный стратегий... Демографическая политика страны выходит на новый уровень. Шесть важнейших инициатив, озвученных накануне в Кремле, должны стимулировать рождаемость. Сразу 60 регионов с начала следующего года получат федеральную помощь на выплату пособий за третьего ребенка. В этом списке после годового перерыва и республика. Президент России, начиная с 1 января 2018 года, установил суммарный коэффициент рождаемости 2. И тем самым мы с 1 января 2018 года попадаем в эту программу. И все дети, которые будут рождаться с 1 января 2018 года, попадают. Вслед за озвученной президентом страны инициативой на официальном портале органов власти опубликовали указ главы региона. Согласно этому документу, в республике выплаты за третьего ребенка восстанавливаются уже с ноября. Мы принимаем это ответственное решение для того, чтобы дети, которые родились и будут рождаться еще до конца года, войдут в программу на получение пособий с 1 января 2018 года. Мы говорили, что мы должны создавать одинаковые равные условия для тех семей, которые на самом деле имеют третьего и последующих детей. Вот это принятое ответственное решение позволит, прежде всего, всем распределительным средствам учитывать, прежде всего, этих детей. И с 1 января эти семьи получат выплаты. До конца года на детские выплаты планируется направить порядка 25 миллионов рублей. Необходимая сумма уже заложена в резервном фонде региона. Создание равных условий для детей разных семей, потому что разные семьи, да, это здорово. Это именно социальный подход к этому и поддержка семей. Мы целиком полностью, конечно, поддержим эти все решения, 6 направлений, стратегии действий интересных детей, которые мы сегодня слушаем. Поддержку от правительства теперь смогут получить и семьи, ожидающие первенца в будущем году. По инициативе Владимира Путина для них предусмотрят адресные выплаты. Будут учитываться доходы родителей. У нас по республике этот размер субсидий составляет 8 910 рублей. Общее количество семей примерно нам представили. По республике будут получать в 2018 году с учетом прогнозных расчетов 4500 семей. Ежегодно у нас в республике рождаются около и более 5000 первых детей. Соответственно, здесь будет на выплаты влиять величина среднедушевого дохода семьи. Если взять расчетно, то доход семьи, зарплата матери и отца должна будет составлять в пределах где-то около 30 тысяч рублей. Я считаю, что поддержка молодых семей – это очень важно. Многие на сегодняшние молодые семьи чувствуют себя неуверенными. У кого-то нет жилья, у кого-то нет достойной зарплаты. И вот эта выплата, которую они будут получать при рождении своего первенца, им придает уверенности. Еще острее перед семьями стоит жилищный вопрос. Владимир Путин предложил запустить специальную программу ипотеки. Семьям, у которых с начала следующего года родится второй или третий ребенок, предоставят субсидии на уплату процентов. Субсидируется процентная ставка свыше 6%. В цифрах, как это выглядит. Если среднезвежная процентная ставка у нас по Чувашской республике около 11%, в среднем по стране она чуть ниже, то все, что выше 6%, будет подлежать субсидированию. Я могу сказать так, что здесь речь идет о вторичном эффекте. То есть, с одной стороны, это поддержка молодых семей, с другой стороны, это мотивация для строительного комплекса. Не побоюсь этого слова, для взрыва объема предложений. Президент России предложил продлить и программу материнского капитала еще на 4 года. На такие же шаги пойдет и республика. Мы тоже вместе с вами примем решение о выплате регионального материнского капитала по сроку, как на уровне федерального центра было обозначено, по 31 декабря 2021 года. Возможности федерального и регионального материнского капитала будут расширены. Теперь его возможно использовать и на оплату услуг дошкольного образования. В ближайшие годы оно должно стать более доступным. Владимир Путин поставил задачу ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев и до трех лет. Региональная власть, в том числе и сфера образования, будет отрабатывать свои вопросы в плане разработки методик и устройства садики дошкольного образовательного учреждения детей, которые довольно малы и в какой-то степени они не самостоятельны. Тем самым освобождая трудоспособное население, молодежь от вот этих забот, для того, чтобы они могли работать уже на благо своей семьи. В регионах страны должна начаться и масштабная программа модернизации детских больниц. Появление такой программы 30 миллиардов рублей по 10 миллиардов в течение трех лет с условием софинансирования мы к этому готовы, потому что приоритетом направления работы главы Чувашии по демографии как раз и по созданию комфортного условия пребывания наших детей в наших учреждениях здравоохранениях. Ну и, конечно, есть проект строительства перинатальных центров Российской Федерации, который сегодня в этом году должна завершиться. Если эта программа будет продолжена, так же мы будем участвовать. Глава республики поручил подготовить необходимые расчеты. Год матери и отца в Чувашии завершается хорошими перспективами и перезагрузкой демографической политики. Дмитрий Ковалев, Рассель Бухаметов, Республика.